лайку назад потому что крупные а там два смотрите натуралку не берем почему оказывается ребята еще и транспортная компания для животных есть перевозит животных на сегодня событием такой я видел его в деле мне мне отправили видео просто машина да это я виновник торжества за азартик азарт иди ко мне иди сюда иди мой хороший посмотри мой хороший всем привет друзья так немного волнительно на самом деле переживаю отправляю азарта по рекомендации андрея мусиенко на случку с волчицей канадской вот но я уже убедился какие получаются щенки щенки просто загляденье ну по крайней мере валендов то что у меня гром и луна отличные рабочие умные сообразительные ну просто интеллектуально развитые поэтому отправляю его в ростов азарт азарт иди ко мне иди к иди посмотри на меня ну чё ты отвернулся за не переживайте сам переживаю все хорошо будет в общем такие вот дела так что всем привет и держите за нас кулачки и подписывайтесь на канал охота в россии смотрите наши видео на канал black canadian всем добра и удачи азартико ай мой хороший ты мой красавец ты мой красавчик вот такой вот пес красивый вот такой вот глава стай своей иди ко мне иди сюда иди прыгай ко мне иди ко мне за приучу что нельзя на салон прыгать не прыгает иди ко мне, иди ко мне иди, мой хороший иди, мой золотой ай мой хороший ты вообще пришел сюда ты решил, что вообще можно теперь все, да? иди, мой хороший вот он пришел, вот там пришел, мой красавчик мой хороший вот такой вот молодец Да, да, хороший, конечно, тебя люблю, конечно, тебя люблю, кого он еще любит, тебя до твоих детей, в любви. Вот так, вот так, красавица, вот так, как парень. Ну вот, собаки очень интеллектуально развитые, то есть, если я оставил их в багажнике, они не прыгают сюда, чтобы на сиденье прыгнули, они там спят. А если, допустим, я его вот сейчас позвал, он сначала не шел, обалдел от радости, а потом понял, что я серьезно его зову, раз пришел, послушание у них очень прямо. Хорошо развито, вот такие собаки. Поедешь в Ростов, да? Да, мой хороший. Вот на такой машинке поедет азартик в Ростов-на-Дону. Вы приехали? Мы еще не приехали, мы только позабираемся. Да, но он не агрессивный. Спокойный. Вот такая вот, ребята, смотрите, машина специальная для собак. Вон, там кого-то везут сейчас сюда, азартика повезут. Смотрите, здесь вода, а у вас вода есть, да? Есть вода у вас? Не помешает. Не помешает? Она лишней не бывает. Ну ладно, ну можете сами ее выпить. Так, на лайку назад, потому что крупная. А, там два, смотрите, натуралку не берем. Почему? Она протухнет. Не, не протухнет, она замороженная. Вечером водите вот этот, как он называется. Вот этот кусок ему вечером водите и все. А завтра вечером вот этот. Она не доедет. Доедет, доедет. У меня здесь постоянно температура полюбка 25. Смотрите, здесь просто колбаски и косточки. И все, она нормально. Это вечером. В любом случае, можно ему лучше сразу дать, чтобы он ее уже на ночном столе. А он же ее, это, вечером дадите, нормально. А там пакет новый, он не протечет. А этот завтра дадите. Ну просто на будущее. Хорошо, хорошо. Ну видите, говорят, натуралку. Нет, нельзя. Азартик у нас поехал. Друзья, скорее, ему хорошенько место. Молодец. Молодец. Цепочку положить вам? Нет, у меня свои удавки. Давайте я лучше положу. Вдруг там хозяином еще. А, ну может быть, да. Давайте положим. Сиди мой хороший. Я тебя буду ждать. Мой путешественник. Мой самый лучший на свете выдвижательник. Будьте. Все, я тебя жду. Обращайся, ладно? Опа. Вот так вот поедет Азарт. В комфорте. Ростов, да. Лайка. Азарт его зовут. Э! Он спокойный. У меня по породам все расписывается. Да? Он спокойный, как бы, это. Вот так вот вы... Да я сколько лайк поперевозил. Понятно. Ну все, с Богом. Давайте счастливо. До свидания. Оказывается, ребята, еще и транспортная компания для животных есть. Перевозит животных. Вот до Ростова отправили. Девять с половиной тысяч стоит отправить. Ну, все. Андрей, встречай. Так что, надеюсь, что у нас все получится. Всем добра. Вот. Азарт. Наконец-то. Красавчик. Шикарный песик. Какая лапочка. Прибыл в Ростов. Вот. Мы его встречаем. Сейчас будем переносить к себе вот в маленькую клетку. Да. Вот наша клеточка. Молодец. Вот мы сейчас его закинем сюда. Давай, давай, давай. Азарт, прыгай. Прыгай, прыгай. Молодец. Давай, давай, давай. Азарт? Наверное, поднять его надо будет. Молодец. Хорошенький. Вот так вот. О. Молодец. Молодец. Красавчик. Здесь хороший. Во всю красоту. Вот какой здоровый она. Здесь настолько неадекватные сертизы. А это красота. Азарт. Это Азарт. Нам его привезли из Екатеринбурга. Компания Pet Tour. Вот. Константин. Собственно, он здесь. Большое вам спасибо. Да, пожалуйста. Обращайтесь. Как собака доехала? Ну, нормально. Все-таки дорога длинная. Кормили, выгуливали. Все хорошо. Принесла, видите? Живая, здоровая. Бодрая. Отлично выявите, на самом деле. Да, мы думали, она какая-то замученная. Но все-все хорошо. Хоть не такой деньгарон приходит. Да, удачи вам тогда. Дальше дороги там. До свидания. До свидания. До свидания. Азарт. Азарт. Молодец. Азарт. Хорошенький азартик. Тебя ждет ежевичка. Дорогие друзья, всем привет. Это видео специально для канала Black Canadian News. У нас сегодня событие. Мы получили, я это Артур. Мы получили Воланда. Это Азарт. Воланда прибыл к нам в Ростов-на-Дону из города Екатеринбург с целью вязки ежевики. Ежевика – это канадская волчица, которая родная сестра Акела, которая проживает в парке волков у Андрея Муисенко. Все, конечно, я его знаю. Андрей Муисенко сделал шикарную работу. Он организовал эту вязку. Вязка длиною там 3000 километров, примерно, я не знаю, сколько там до Екатеринбурга от нас. В общем, это очень далеко. Машина шла три дня. Везла этого кобеля. Азарт – это Воланда. Воланда с очень интересной историей. Он охотник. Он охотник с очень интересной историей, потому что он жил долгое время у Александра Зубова. А это эксперт по лайкам, эксперт по Воландам. И сам Азарт занял очень много титулов. Он чемпион Евразии, чемпион, сколько я помню, Европы, Евразии, да. И поэтому, как бы даже видно по шраму, что у него очень большой боевой опыт в охоте. Азарт, Азарт, посмотрите. Азарт, иди, чтобы не было, что это было. Так, смотри, шрам у него. Сколько у него шрамов с этой стороны видно. То есть, такой, это вот шаш такой скамяшка. А на самом деле, это, блин, я видел его в деле. Мне отправили видео, это просто машина. Вот, машина такая вот, ну, для охоты. И сейчас эта машина для охоты находится у Дмитрия Апанова. Канал Охотам в России. Он предоставил нам, предоставил Андрею кабеля для вязки. Вот, для повышения ростовых показателей у Воланда. Для улучшения качества породы. Вот, это все, это все с этой целью. Ну, и, конечно же, сами понимаете, что это ежевика, это родная сестра Акелы. А у Акелы, так как еще не было детей, хочется какую-то частичку иметь в парке волков. Вот, и, конечно же, это тоже имеет немало значения. Рядно будет от таких волков, интересных, крупных, социальных, влить эту кровь, как бы, Воландом. Вот, это основная цель. Ну, не буду лукавить, мне тоже хочется щенка. Мы надеемся со Светланой, что у нас в парню, тебе будут пищники черные. Вот, ну, Андрей, я в этом убедился. Я тоже это надеюсь, потому что я занимаюсь черными гибридами. Ежевик, это, эта вязка все время оказалась только с немецкими овчарками. Это вот первая вязка, в которой будет участвовать волок. И я видел щенков от канадских волков и волонов, они очень в волчьи типами, более-больше, чем с немецкими овчарками. Так как щенки ежевики получали все время крупные, то есть суки там были от 65 до 71 сантиметра, даже она что-то выросла с 11 сантиметров от немецкой овчарки, которая была не крупнее ежевика, а примерно от такого же размера. Так что, как вы видите, азар тоже не маленький. Вот, смотрите, какой он. То есть для Воланда, там, да, то есть он крупненький, он хороший. Вот, я думаю, что это тоже будут щенки довольно-таки большие, в волчьем типе. Поэтому очень классная вязка. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Время все покажет еще. Завтра мы вам покажем ежевику, какая она, какая она социальная, вот, какая она классная, обаятельная, любопильная даже в чем-то. Вот. Так что, ребят, вот такие дела, все. Спасибо всем. Всем-всем пока. Пока. Дорогие друзья, всех приветствую. Ну что, все увидели. Проделана немаленькая работа. Да, это я виновник торжества. Спасибо Диме, спасибо Артуру, что согласились на эту сделку. В общем, я сегодня в такой неформальной обстановке, только пришел с улицы. Себя редко показываю. В общем, я уверен, что это пишется история. И кто в ней участвует, они будут запечатлены. Вот, еще раз, огромная благодарность ребятам, что поддержали меня. Все-таки это подгруппа будет считаться уже породы Воланд. Очень интересно, какие щенки получатся. Если все получится, там повяжутся они. Все пройдет хорошо. Надеюсь, что выносит, родит. Потому что у нас ежевика уже не первый, не второй раз рожала. Но, поэтому должно все пройти без приключений. Вязка, как вы слышали, на самом деле кобель титулованный. Не просто так, я его именно выбрал, потому что у меня была цель. Именно этот кобель у Александра Зубова. Еще есть кобели, которые достойные, рослые, мощные, красивые, чемпионы также. Но взгляд упал у меня лично именно на азарта. У нас была самка, как вы помните, западно-сибирская лайка. Тайга наша старенькая, которая здесь без вести пропала с нашего парка. И это его родная сестра. Только они, два года у них разница. Это от одних же родителей. Вот. Но в разное время рождены. Азарту у нас 12 лет, а нашей тайге было 14 лет. В общем, у них два года разница. У нас есть, остался сын ее. В парке это Синай. Синай у нас, как говорится, многодетный папа. У него вот как раз это его дядя Азарт. И он ему племянник. И, ну, кто понимает в селекционной работе, тот понимает, для чего я именно выбрал Азарта. Ну, именно, вот мне нравятся эти линии собак. Именно вот Азарт, когда был тайга, вот от Бехи в юге, от Дара. Мне сама Беха в юге нравилась. Я, когда был подростком, мне было лет 14-15, я еще ходил с ней на охоту. Это с Азартом матерью. Вы представляете, еще даже, по-моему, не было еще Азарта. Да, еще Азарта не было. Я уже с его мамой на охоту ходил. Вот так же с нашей тайгой. В общем, собаки непростые. И эти линии, именно эти линии мне очень нравятся. Вот. Кто видел родословную, кто знает родословную, тот понимает, что там за собаки. Вот. Спасибо, конечно же, всем еще раз, кто поддержал. Но и, естественно, ежевичка. Это наша ягодка. Ягодка на тортике. Она очень крутая, социальная, как вы слышали. И именно от нее мне тоже очень интересно получить потомство. И вот как раз вот эти два чемпа для меня воссоединятся. И дай бог, чтобы все получилось. Если вы хотите, чтобы он заснял все это на камеру, всю вязку, пишите в комментарии. Для вас обязательно попрошу у него, чтобы он поснимал. И так же обязательно задавайте вопросы интересующие. И он постарается на них ответить. Но так же мне можете задавать интересующие вопросы. А так же не забывайте, дорогие друзья, подписываться на телеграм-канал. Так же у нас есть спонсорская подписка Luxury Wolf. В поддержку нашего проекта, нашего парка. Буду всем благодарен. Все ссылочки в описании. Всех жду в телеграме. Всем пока-пока.